Чем опасны зубные щетки? Из этого видео вы узнаете, так ли уж безопасен этот привычный предмет гигиены, который мы видим в ванной каждый день с самого детства. Итак, обычная зубная щетка, проблемы и решения. Опасности всех видов зубных щеток. Зубная щетка, разносчик бактерий, к такому выводу пришли британские исследователи Университета Манчестера. И происходит это двумя путями. Во-первых, унитаз, зубная щетка в совмещенном санузле, при смыве унитаза, если его крышка открыта. Миллионы бактерий распространяются в радиусе около двух метров от него. Если в этом радиусе находится стаканчик с зубными щетками, которые хранятся без колпачков, то бактерии попадают и на них. Во-вторых, зубная щетка. Место жительства бактерий, в данном случае, бактерии находятся на самих зубных щетках, просто проживая на их поверхности и делая их своей средой обитания. В обоих случаях, при следующей чистке зубов, бактерии попадают прямиком в наш организм. Причем, доставляем мы их туда буквально собственноручно. Решение. Здесь они, к счастью, такие же простые, как и способ попадания бактерий на щетку. Закрывать крышку унитаза при смыве. Убрать стаканчик с зубными щетками, как можно дальше от унитаза. Просушивать зубные щетки, а затем хранить их с защитными колпачками или в футлярах. Периодически промывать зубную щетку дезинфицирующей жидкостью. Менять зубную щетку один раз в три месяца. Перед каждой чисткой промывать щетинистую головку жидким мылом или моющим средством в горячей воде. Следующая опасность зубной щетки – это травмы и болезни десен. Вовремя меняйте зубную щетку. Старая зубная щетка приводит к воспалениям полости рта – это еще одна причина своевременно менять зубную щетку или чистящую насадку, если речь об электрической или ультразвуковой зубной щетке. Дело в том, что со временем щетинки теряют гибкость и могут поранить десну. А для открытия прямой дороги к воспалениям в полости рта достаточно даже микроскопической ранки. Опасности электрических зубных щеток, при чистке зубов, рецессия десны. Кленовидные дефекты – это происходит, если головка зубной щетки движется поступательно или возвратно поступательно. Обычно это касается более дешевых моделей. Решение выбирать насадки для электрических зубных щеток, головка которых движется вращательно в разных направлениях. Либо пользоваться классической зубной щеткой. Эрозия эмали. Расшатывание зубов происходит при слишком агрессивной чистке и излишнем давлении на зуб при чистке. Решение – чистите зубы бережно, избегая излишнего давления на зубы и десны. Опасности ультразвуковых зубных щеток, при чистке, разрушения пломб, конструкций, штифтов, несмотря на высокое качество чистки ультразвуковой зубной щеткой. Стоматологи указывают на опасность лишних, даже таких как ультразвуковые, вибрации для зуба. Они могут привести к упомянутым разрушениям. Кроме того, использование данного вида щеток запрещено беременным и тем, кто носит кардиостимулятор. Выводы – не стоит отказываться от благ цивилизации, которая предлагает нам электрические, ультразвуковые зубные щетки, но пользоваться ими следует разумно, соблюдая технику чистки. Регулярность важнее авралов. Регулярная замена зубных щеток лучше, чем их смена набегами. А регулярная чистка зубов важнее того, каким видом зубной щетки мы это делаем. Правильное хранение зубных щеток поможет избежать многих инфекционных заболеваний. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку!